Привет, меня зовут Егор Шадеев, я рассказываю все о своей деятельности такси в городе Волгоград. Сейчас я вам хочу рассказать о новых законах, которые уже вступили и которые вступят, потому что я уверен, что из новостной повестки вы знали не все. Там есть непонятная вещь, которая непонятно как будет реализована, и, наверное, это коснется каждого. Также со мной связались из здания МК-1 Волгоград и поговорили на эту тему. Это очень приятно, когда СМИ, обычное городское, хочет, короче, что-то о такси узнать, потому что пусть люди знают, что в такси не все так сладко, тем более с новыми законами. Сейчас реклама 40 секунд и поехали. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк, ребята серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключает к Яндекс.Такси Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия всего 50 рублей в сутки, а автовыплаты ежедневные без комиссий. Есть 4 вида моменталок, выбирай именно тот способ, который подойдет тебе. Также подключает к Ситимобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылку оставлю в описании, заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Первый закон, который уже вступил с 1 марта 2023 года о том, что люди с непогашенными судимостями по особым статьям не смогут работать в сфере перевозок. Не только такси, так же автобусы, троллейбусы, межгород и все с этим связано. Это небольшая часть статей, это убийство, это разбой, это сексуальное домогательство, это что-то там против конституционного строя. Есть вот этот момент, что непогашенная судимость. Либо судебное дело идет, либо после уже этого судебного дела, и когда он освободился, идет надзор. Либо условный срок. Я понимаю, что вот в эту категорию граждане не смогут работать в такси. Самое интересное, как нужно будет доказывать, что ты несудимый. Потому что теперь при приеме на работу законодатель обязал работодателя просить справку о несудимости. Вопрос, кто у нас таксистов работодатель? Таксопарк или Яндекс? А если ты самозанятый работой, что это Яндекс, то скоро что? Все будем ждать. Сфоткайте справку об отсутствии осудимости. Это я не понимаю, как это... Ну вот реально выход такой. Потому что законодатель обязал у всех работников, кто уже работают, запросить эту справку до 1 сентября 2023 года. То есть с 1 марта новых работников он должен спрашивать эту справку, пусть предоставит. А у тех, кто работает, вот есть время до 1 сентября, в него извините, уложитесь, докажите, что вы несудимый по таким-то статьям. Сам Яндекс запрашивать эти справки не будет, потому что есть случаи, когда он забивает относительно на все, на любые документы. У меня есть знакомый даже, который лишен прав, но почему-то не заблокирован до сих пор в Яндекс.Такси и может выполнять заказы. Потому что Яндекс за этим не следит. Ему это не нужно. Поэтому готовьтесь к фотоконтролю, справку об отсутствии судимости, иначе вас заблокируют. Так, вторая часть законов, она будет с 1 сентября 2023 года. Все почему-то ринулись только к одной теме, что теперь не будет эксопарка, все будут работать либо самозанятые, либо индивидуальные предприниматели. Это так. Возможно, останется функция паркового самозанятого. Возможно. Это непонятно, потому что я еще не могу в этих формулировках понять, останется в этих формулировках закона таксопарки с самозанятостью, либо нет. Какая ситуация вообще на рынке такси случится после сентября? После марта, понятно, какая-то часть водителей, возможно, перестанет работать. Потому что Яндекс сам проверять не будет, пока он у нас эти справки не запрашивает. По сути, ничего не изменилось. Возможно, если таксопарк, кто занимается арендой автомобилей, при проверке документов, может запросить эту справку. Вот только в этом случае сейчас я вижу, что с лицами судимости незакрытыми не могут работать. Пока больше никто не спрашивает эти справки. А в сентябре будет намного интереснее. Потому что если этот закон вступит в силу, Яндекс его исполнит очень быстро, тогда получается, что мы сможем в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя получать все доходы без наличного расчета только на свои карты. Все сейчас говорят, что таксисты будут массово банкротиться. И, возможно, это так. Потому что есть часть водителей, которые есть с исполнительными производствами по каким-то гражданским процессуальным делам в связи с деньгами. То есть у кого-то алименты просуженные, у кого-то кредиты просуженные. Даже штрафы могут быть просуженными. Соответственно, эти деньги приставы в первую очередь будут изымать. Оставлять только прожиточный минимум. И то нужно будет договариваться об этом прожиточном минимуме. Потому что они не будут ничего считать. Будут забирать все деньги, которые приходят. А потом разбираться, если вы только начнете это разбирательство. Если вы это разбирательство не начнете, никто за вас это решать не будет. Приставы не вправе за вас думать, какие деньги у вас забирать, какие нет. Но если у вас нет никаких проблем с кредиторами, с приставами, с алиментами, то вам, в принципе, переживать нечего. А если вы еще работали самозанятым, для вас вообще ничего не изменится. Ну, типа, как работали, так работайте. Такая часть, на самом деле, очень большая. Также вступает еще одна поправочка, касающаяся того, что если водитель имеет три административных штрафа в сфере дорожного движения, непогашенных. То он будет не допускаться к работе. Непонятно, на какой срок, пока ты не погасишь эти штрафы, или будет какой-то еще период, когда тебя отстранят от работы. Надеюсь, что до момента, когда ты все заплатишь, приставы проверят, они сразу же внесут изменения, и ты сможешь работать. А как и кто это будет контролировать? Законодатель вводит в регионах три реестра, которые должны следить за вот этим всем. Я немного зачитаю с телефона, потому что я не запомнил, как эти реестра называются, и за что они будут отвечать. В каждом регионе создадут три информресурса. Реестр перевозчиков в нем укажет, в том числе, сведения об электронном разрешении на перевозку. Ну, у нас же в Волгограде оно все, у всех есть, да, чтобы его указывать. Реестр такси, он объединит данные ОТС, их владельцах и т.д. Ну, да, да, да. Реестр служб заказа такси. В него включат, среди прочего, адреса, по которым расположены технические средства для получения, хранения, обработки и передачи заказов. У нас в Волгограде Яндекс такого не представляет. Если представят, будет очень здорово. Я вот теперь хочу представить, что будет, когда у нас ведут, допустим, эти три реестра. Это значит, обязательная лицензия. Это значит, надо будет что-то делать с путевыми листами. У нас в Волгограде нет инфраструктуры для того, чтобы все количество города Волгограда в такси зарегистрировано в Волгограде больше 23 тысяч водителей. То есть нужна будет инфраструктура, то есть это медики, механики, кто будет заниматься выдачей путевых листов. Такого количества нет. Занимается ли кто-то этим, пока я не слышал. Думаю, будет все очень печально. Это вырастут просто в космос, цены на такси, потому что водители все будут делать в последнюю очередь. Заранее никто к этому готовиться не будет. Никаких информаций пока от Яндекса нету, как он будет в этой ситуации действовать. Пока он там присылает уведомления, что изменились какие-то параметры фотоконтроля личности. Но мне такое прислал. Мне это вообще неинтересно. Есть еще одна информация, которая очень интересная. Она мне еще поступила давно. Я общаюсь с одним руководителем таксопарка. И он рассказывал, что на съезде таксопарка в Сочи, там было представительство Яндекса и, по-моему, Минфин. И Минфин заявил о том, что, скорее всего... Ну, нет, не скорее всего, что возможно ситуация, что для лиц такси и транспортных перевозок вот эта вот тема с судебными приставами и долгами, она сделается процентная. То есть, допустим, если вы будете официально получать как самозанятые деньги на карту, то в счет ваших долгов может списываться там либо 20, либо 30 процентов. Вот. Это они хотят сделать или, возможно, сказали для того, чтобы успокоить водителей. Но если бы это так было, прикольно. Потому что, если не 20-30 процентов, будут забирать все. Вот. Какая-то часть водителя, она такая есть. Пока в чтении этого закона ничего слышно не было, поэтому можно готовиться к тому, чему я сказал. Ладно, вам спасибо за просмотр. Всем хорошего рабочего дня и пока. Субтитры сделал DimaTorzok